Город поддонов. Походу, техника копать будет. Деревянные поддоны, сложенные в 2-3 этажа, за какие-то минуты превращаются в горящий вулкан. Языки пламени по траве ползут через забор к другим базам и к месту ЧП пригоняют технику для опашки. Склад на Енисейском тракте в районе развязки. За улицей автотранспортная находится под открытым небом. И пламя красноярцы видят из нескольких районов сразу. Страшнее всего картина из солнечного. В МЧС сообщают, погрузочные палеты горят на площади более 2000 квадратных метров. Пострадавших нет. К тушению привлечены 50 человек и 17 машин. Спустя два часа ситуация не лучше. К месту подвозят дополнительные цистерны с водой. Ближе к полуночи сотрудники ДПС перекрывают участок дороги в сторону пограничников, чтобы не мешать пожарным расчетам. Появляется информация, что горит якобы склад компании «Автотрак». Но там заявляют, пожар не у них. Сплюньте несколько раз через левое плечо. Слава богу, нет. Весь интернет заторили. Якобы как это мы. Совсем как бы не наша база. Ничего никто не рассказывает. Были все собственники баз. Никто ничего не знает. Очага возгорания тоже как бы не знаем. А вот утренние видео с трассы. Место ЧП все еще тлеет. Владельцы баз вблизи очага уже сутки на стороже. Хотят знать, это был поджог, случайность или чья-то халатность. А в сети красноярцы обсуждают. Пожары на крупных складах не редкость. Чудовищное ЧП в помещениях автотрейда с погибшими. Горящий склад возле тихих зорь. Помещение на пограничников 9. И уже сегодня к вечеру в МЧС сообщили. Предварительная причина ночного пожара на складе поддонов на Енисейском тракте поджог. Теперь нужно оценить ущерб и найти поджигателей. Этой же ночью в огне оказался частный заброшенный дом в районе Кольца. У второй огородной возле политеха уже второй раз за год горят пустые деревянные постройки. Это улица вторая крутая. Там всего-то 2-3 дома. От одного осталась печная труба. А этой ночью сгорела коробка по соседству. Местные предполагают сжигать заброшки дешевле, чем официально сносить. Сейчас в районе Байкицкой огородно идет благоустройство. Обнесенные забором бараки явно не вписываются в концепцию развязки. Пожары в Николаевке в пустых и полурасселенных домах продолжаются даже после строительства Николаевского моста. Вот горит Пастеровская в 2021 году. Вот улица Серова. А вот дом на улице Марата. Местные склонны связывать ЧП с будущей застройкой микрорайона по КРТ. В этом апреле дома горели дважды за неделю. Вот пустой участок на партизанской 14. Тогда хозяйка была уверена, ей подожгли стайку. В большинстве случаев в официальной версии МЧС говорится, произошло возгорание мусора, когда речь идет о заброшенных домах. Да и дожидаться вердикта следователей бывает просто некому, если дом пустует долгое время. Анастасия Цыганова, Новости Прима.